Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. CNBC в официальном твиттере пишет «Большие новости! Федеральная резервная система этим утром объявляет о серьезных изменениях в своей политике, заявляя, что она готова позволить инфляции расти сильнее, чем обычно, чтобы поддержать рынок труда и экономику в целом. Сегодня я объясню вам, что это означает для вас, как для холдеров криптовалюты, и что это означает для будущего доллара США. А также я покажу вам несколько документов, которые связаны с диджитализацией экономики и денег при использовании Ripple XRP или же компаний, которые являются партнерами Ripple. А в конце видео я покажу вам конкретные шаги, не какие-то намерения, документы или слухи, а действия, предпринимаемые банками прямо сейчас, и которые указывают на то, что грядет полная замена финансовой системы. Если вам нравится такой контент, не забудьте поставить лайк. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков. Для меня это всегда большая мотивация, а большое вам спасибо за поддержку. Фактически глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл публично заявил, что накопленной за 100 лет инфляции и множество триллионов долларов, уже вкачанных в экономику за последние полгода, попросту недостаточно. Он говорит, ожидайте еще больше напечатанных денег и еще большую инфляцию, которую резервная система решила допускать и выше средних 2% в год. Кстати, заметьте, как понеслась инфляция после 1971 года, когда случился шок Никсона, то есть отказ от золотого стандарта. Я хочу показать вам эту цитату из выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. ФРС теперь ставит цель в 2% инфляции в среднем. Что это значит? Это означает, что теперь вместо верхней границы в 2% ведомство будет стремиться к высшим процентным целям. Они продолжают переставлять цели и лететь куда-то, закрыв свои глаза. Почему? Потому что они даже не объявили ни о какой новой формуле, по которой рассчитывалась бы новая проектируемая инфляция. Таким образом, они оставляют себе пространство для того, чтобы, если что, увеличивать инфляционные цели еще больше. Чтобы понять, куда дует ветер, нам нужно посмотреть на этот график. Здесь мы видим инфляцию за каждый год от 2009 и до 2019. В среднем инфляция крутится около цифры 1.7%. Целью ФРС всегда было сдерживание инфляции ниже 2%. Теперь же политика меняется, и 2% станут новой нижней целевой границей. А формулы для верхней границы и вовсе нет. Добро пожаловать в век бесконечного количественного смягчения. Я могу читать и слушать это выступление от начала и до конца, заняв этим несколько часов вашего времени. Но все, что вам по-настоящему нужно знать о вчерашнем выступлении Джерома Паула, можно уместить в одном предложении. Они сказали вам, нам все равно, мы продолжим печатать деньги бесконечно, и вы ничего с этим не поделаете. Это скрытый инфляционный налог, который крадет наше богатство с 1971 года, когда Ричард Никсон отменил привязку доллара к золоту. Этот период в истории называется «Шок Никсона». Это серия экономических реформ, осуществленных Ричардом Никсоном в 1971 в ответ на растущую инфляцию. Самой значительной реформой из этих стал отказ от золотого стандарта и остановка работы Бреттон-Вудской системы. Поскольку реформы были проведены без согласия этой системы, они получили название «Никсоновского шока». В 1978 году на Ямайской конференции Международного валютного фонда было зафиксировано окончательное изменение мировой валютной системы. Де-факто старая система была заменена на систему с плавающим валютным курсом. То, что мы знаем сегодня как система Петра-доллара. Петра-доллар или нефти-доллар – это доллары США, которые обмениваются на нефть. Это обозначает принцип обеспечения доллара США спросом на нефть после отмены золотого стандарта. Вспомните, в этом году мы видели цены на нефть минус 37 долларов за баррель. Это самое важное событие, которое показало, чего на самом деле стоят наши фиатные валюты. Так на чём же стоит валюта, если цена за баррель нефти составляет минус 37 долларов? Ни на чём. И я говорю это, потому что об этом больше нельзя молчать. Также я говорю об этом, потому что Ричард Никсон показал, как быстро глобальная валютная система может измениться навсегда. Всего одно объявление, и золотого стандарта больше нет. И я могу предположить на основе этого, что Дональд Трамп или новый президент США таким же одним объявлением может вернуть нас в новый золотой стандарт, основанный на технологии ODL – On Demand Liquidity – ликвидности по требованию. Джуди Шелтон – это кандидат на пост председателя ФРС от Дональда Трампа. И её цель – это новый золотой стандарт, построенный по криптовалютному подобию. Мои предположения основаны не на пустом звуке, они построены на реальных действиях, реальных политических и финансовых фигур, которые действуют прямо сейчас. И я рад, что многие люди это начинают понимать. Возможно, не без моей помощи, и от этого мне только приятнее. Биткоин – это не схема быстрого обогащения. Биткоин – это схема не бедней медленно. Вот что людям нужно понять, и очевидно, понимающих людей становится всё больше. Не давайте себя обмануть. Холдить любую фиатную валюту означает беднеть со временем. В случае с сильными фиатными валютами это происходит медленно, на протяжении десятков лет. Так, что люди даже забывают замечать это. Но это происходит. А Турция, Венесуэла, Иран и другие страны показывают, как это может ускоряться. И всего несколько часов назад ФРС США фактически объявила о том, что будет ускорять этот процесс и для американского доллара. Именно поэтому я убеждён, биткоин и инновации, происходящие в криптопространстве, сделают множество людей миллионерами. Теперь я хочу показать вам несколько новостей о Ripple XRP, а также документы и действия некоторых стран, которые указывают на грядущую перестройку всей мировой финансовой системы. Начнём с того, что дневная активность адресов XRP растёт, несмотря на откат цен на крипторынке. Это важный момент, который показывает, что сообщество Ripple растёт, а сообщество, которое не связано с Ripple, начинает понимать сигналы и сообщения. Люди начинают понимать, что такое XRP на самом деле. Помните столкновения между Китаем и США? В том числе разногласия, связанные с технокомпаниями, такими как Apple и Huawei. Так вот, Huawei создаёт блокчейн-платформу, чтобы помочь правительству Пекина управлять данными людей. Данные включают в себя абсолютно всё. От медицинских записей и регистрации собственности до статуса парковки в режиме реального времени. Медицинских записей. Намёк понятен. XRP CryptoWolf у себя в Твиттере опубликовал интересный документ о цифровых валютах от банка DBS. DBS банк – это сингапурская финансовая компания, крупнейшая по размеру активов в Сингапуре. Документ называется следующим образом. «Цифровые валюты государственные и частные, настоящие и будущие». Изучив этот документ, мы делаем вывод. Федеральная резервная система обеспечивает надёжное обнаружение мошенничества, постоянную ликвидность и совместимость с платёжными платформами частного сектора, что поможет стандартизировать систему цифровых платежей по всей стране. Вот этот документ. Я перелистаю его страницы, чтобы вы могли поставить видео на паузу и изучить его. Раз, два, три, четыре. И, наконец, последний пункт этого видео, который тоже очень важен для понимания всего происходящего и того, что нас ожидает в будущем. Это уже не просто документы или какие-то намерения, это уже конкретные шаги, предпринимаемые банками по всему миру. Партнёр Ripple, TP Bank, готовится к запуску и расширению своего первого операционного офиса для перевода денежных средств на острове Фукуок 1 сентября 2020 года. TP Bank расширяется в провинции Кьензианг, что позволит большему количеству клиентов быстро и дёшево отправлять наличные деньги. В своих видео, как вы заметили, я предпочитаю фокусироваться на большой глобальной картине. Сегодня я показал вам несколько мелких деталей, которые эту картину и рисуют. Я показал вам это, чтобы вы понимали, каждый новый день происходят важные вещи в пространстве Ripple XRP. В любой другой криптовалюте такие события привели бы к десяткам процентам роста. Но это XRP, где цена искусственно сдерживается. Мы просто должны ждать и следить, быть внимательными. Однажды придёт момент, и им придётся убрать свою прижимающую руку, потому что им самим это будет необходимо. Потому что современная фиатная система начинает пожирать саму себя. И как мы видим, банки уже обращаются к новым технологиям. Новая финансовая система, основанная на ODL, уже строится. Сначала на островках, затем в провинциях, потом в целых странах и международных отношениях. Нас ждёт новый золотой стандарт, построенный на криптовалюте от Джуди Шелтон. Сейчас это почти спекуляции с моей стороны. Но чем мы ближе приближаемся, тем увереннее я становлюсь, что это тот самый финал игры, которого я всегда ждал и который я всегда прогнозировал. А меня зовут Богатейший Ди, если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Давайте наберём 3000 лайков. А также подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»